Школьные парты, доклады учеников, на первый взгляд, это занятие ничем не отличается от обычного открытого урока. Турнир будущей элиты города собрал лучших из лучших представителей специализированных и общеобразовательных учреждений и гимназий города, чтобы помериться знаниями в области права. Турнир представляет собой викторину из 12 вопросов, связанных с актуальными проблемами украинского законодательства. Задача участников подготовить ответы и защитить свою точку зрения. Брейн-рингу предшествовала подготовка длиною в месяц. Чтобы защититься, ребята должны не только владеть знаниями в области права, но и проводить научные исследования. Организаторы рассказывают, цель мероприятия – заинтересовать старшеклассников и нацелить их на получение высшего образования в правовой сфере. Такой турнир способствует развитию и формированию современных компетенций. То есть учат старшеклассников социализироваться такие турниры, потому что они понимают, что в современной жизни, что они должны знать, что уметь, как отстаивать свою собственную точку зрения. Такой сложный конкурс, такие сложные теоретические вопросы для них являются мотивацией стать юристами. Я надеюсь на то, что такая форма работы с одаренными детьми, она станет более популярной. Здесь оценивается все, начиная от умения употреблять юридические дефиниции, владения информацией о нормативно-правовых документах и заканчивая мастерством ведения дискуссии. Ученики признаются, турнир был не из легких. Вопросы выходили за рамки школьной программы. За призовое место нужно было изрядно побороться. Юлия, выпускница 39-й школы, связать судьбу с юриспруденцией решила давно. Рассказывает, в прошлый раз ее команда не заняла призового места. И в этом году решила взять реванш. Конечно же, это знания, и теоретические, и практические. Когда изучаешь какой-то вопрос, ну а мы их изучаем где-то по два, по три каждому турниру, то через себя пропускаешь очень много информации. И кроме теоретических знаний, это, конечно же, опыт, именно участие в турнире. Потому что, во-первых, здесь идет работа в команде, что не очень просто бывает. А во-вторых, то есть мы как бы бываем и докладчиком, и оппонентом, и рецензентом. И то есть это опыт в том, чтобы и выступать перед аудиторией, и отвечать на вопросы, и грамотно оппонировать, задавать вопросы другой команде, и подводить итог работы и оппонента, и докладчика. Вот уже третий год турнир проводится совместно с Главным управлением юстиции Севастополя. Судили турнир начальник ведомства Ольга Коветиди и ее заместитель Наталья Черненкова. По итогам соревнования жюри вынесла свой вердикт. Третье место заняла школа номер 39. Второй стала сборная принимающей стороны общеобразовательного учреждения номер 6. Победителями же стали ученики специализированной 45-й школы. Чемпионов наградили почетными грамотными и призами. С 1 по 5 ноября они будут отстаивать честь Севастополя на всеукраинском турнире в городе Белая Церковь. Александра Толкачева, Виталий Козловский. Программа «Наше время».